Титамизол-10 – инструкция по применению для свиней. В каждом сельском или фермерском хозяйстве рано или поздно наступает необходимость лечения животных от паразитов и глистов. Для этих телеучеными разработан специальный безвредный препарат Титамизол-10, использовать который можно для птиц, свиней и рогатого скота. Главное – знать, сколько составляет норма лекарства и внимательно следить за дозировкой. Титамизол-10 – инновационный препарат в виде порошка или гранул, который помогает в лечении и профилактике домашних животных не только аргельминтов, но и таких напастей – диктиокаулез, гомонхоз, буностомоз, нематодироз, астертогиоз, хабертиоз, капириоз, странгелоидоз, аскоридоз, изофагостомоз, странгелоидоз, трихоцефалез. Применение Титамизола для свиней – состав и действие препарата. В ветеринарной аптеке или ветеринарии можно купить Титамизол-10 в разных упаковках. Он продается как в маленьких герметичных коробочках по 100 граммам, так и в лакетах из фольги от 150 грамм до 1 килограмма в капсулах. Для владельцев большого поголовья подойдет лекарство, упакованное властиковые ведра по 10 килограмм. Обратите внимание, в состав лекарственного препарата входит действенный антигельминтик, который способен поражать нервную систему паразитов и вызывать у них полный паралич. Хранить открытую упаковку можно до 5 лет в темном месте. Действующий компонент лекарства – хлорид Титамизола. После приема порошка он очень быстро всасывается и начинает максимально эффективно действовать, уничтожая гельминтов. Уже на следующий день он выводится из организма вместе с мочой, частично – фекалиями. Помимо истребления глистов, Титамизол-10 оказывает лечебное воздействие на участки, что были поражены паразитами. После приема можно заметить повышенный аппетит и лучшее усвоение кормов скотом. Титамизол-10 – инструкция по применению для свиней. Препарат от глистов для свиней необходимо добавить в теплый утренний корм из расчета 0,15 грамма КГ веса. Титамизол для поросят дозировка в лавину меньше указанной нормы. С виноматком прием лекарства запрещен позже, чем за 2 недели до пороса. Инструкция по применению препарата Титамизол-20 для свиней практически идентична. Капсулы нужно использовать так же как и порошок, примешивая в комбикорм в дозировке 5 грамм – 100 килограмм веса. Титамизол-10% для одиночного лечения свиньи нужно дозу смешивать с водой и дают животному через зонт или в бутылки. Допускается смешивание с теплым кормом до однородной массы с добавлением нужного количества воды. Обратите внимание, Титамизол для свиней принимается с первым приемом пищи, который должен длиться не более часа. Допускается и одновременное лечение, профилактика всего стада в хозяйстве. Для этого порошок или гранулы смешиваются с комбикормами и даются в общее корыто. Дозирование рассчитывается аналогично, исходя из общего веса свиней. При общем приеме всему поголовью должен быть предоставлен свободный доступ к рыту. Ослабленными свинками или поросятами нужно заниматься отдельно, чтобы они приняли достаточное количество Титамизола-10. Побочные действия При передозировке Титамизолом-10 не было выявлено никаких ярко выраженных ухудшений в жизненных процессах свинок и поросят. Есть всего несколько болезней и отклонений, при которых употреблять лекарство запрещено. Главное условие для успешного лечения – отсутствие проблем с почками и печенью. До лечения свинки не должны принимать ферантел, марантиал и любые другие смеси, где присутствуют фосфорганические соединения. Нельзя использовать препарат на животных, которые болеют инфекционными заболеваниями. После прохождения курса лечения употреблять мясо свиней рекомендуется не ранее, чем через 10 дней.